Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Посмотрел фильм «Деточки» вчера. Меня сегодня дико тронул. Сейчас буду делать обзор. Это самый длинный обзор фильма. Я его прям разберу по полочкам. В общем, фильм «Деточки» снят в Минске. Режиссер Астрахан. Фильм просто мечта, утопия, сказка. Вот детский дом. Тут педофилы, депутаты трахают детей. Девочек, мальчиков там всех. И тут раз, вот, мальчик в капюшоне бросил дяде в горло нож. Все, дядя умер. С этого начинается фильм. Дальше идет, естественно, эскалация насилия и разжигание вражды в отношении всех социальных групп, против которых движение «Реструкт» проводит какую-то профилактическую работу. Но только так, как эта работа должна проводиться, а не так, как мы ее делаем. То есть в чем дело? Здесь дети занимаются тем, что борются с несправедливостью. Если полиция не ловит педофилов, они их убивают. Если полиция не ловит торготорговцев, они их убивают. Если полиция не ловит преступников, они их убивают. Правильно они делают или нет, в этом как бы основной вопрос фильма. Но, естественно, естественно, фильм смотрят не адвокаты, не полицейские. Фильм смотрим мы с вами. Мы, конечно, на стороне детей. В этом кино все на стороне детей, кроме полиции. Все. Ну, теперь так вот. Из чего, по моему мнению, состоит фильм? Ну, здесь частично взяты мотивы окупай педофилией. Частично взяты мотивы неуловимых пстителей. Немножко, совсем чуть-чуть, приморских партизан. То есть, такая компиляция интересная. Но, что можно сказать? Дети не подлежат уголовной ответственности в том плане, что их нельзя посадить в тюрьму. Они все малолетние. Я вот интересуюсь, может быть, реально когда-то это начнется? Потому что, по факту, так и получилось, что наживки, которые ловили со мной педофилов, в итоге создают свои отдельные течения, мероприятия. Они уже ловят и барыг, они уже сами ловят педофилов. Они ловят таких же детей, как они сами, только продажных. И убивают. Не убивают. В кино убивают, да. У нас в жизни не убивают, конечно, я оговорился. Тут сказка. Это сказка. В кино что? В кино все идеально. То есть, во-первых, население, зная о том, кто занимается хорошими делами, не сдает. Вот я здесь был, да. Это самый чистый город в расовом плане, который я видел. Что мы здесь имеем? Менты. Полиция, полиция, следственные органы, все белые, все русские, все честные. Понимают, что ребята делают хорошее дело, но надо ловить. Надо ловить. Все остальные понимают, что ребята делают хорошее дело и не ловят. Почему? Потому что есть такое понятие, как закон. То есть, если мы говорим, что закон нельзя нарушать, да, я с этим не согласен категорически. Ведь закон пишется кем? Закон пишется действующей властью. Как пример, почему я не уважаю законы. Допустим, в Советском Союзе был закон, запрещающий мужеложество. То есть, дал в жопу, сел в тюрьму. Все, однозначно. Сейчас мужеложество разрешено. То есть, люди должны поменять полностью свое мнение и отношение к гомосекам от того, что это стало разрешено. Нет. Точно так же была запрещена спекуляция. То есть, тогда был спекулянт-барыга, сядь в тюрьму. Сейчас это разрешено. Сейчас называется бизнес, человек уважаемый. Мы должны поменять свое отношение. Естественно. То есть, законы пишутся и меняются регулярно. Главное то, что в голове, как ты смотришь на эту жизнь. На самом деле. Что еще здесь интересно и поучительно. Я, на самом деле, первый раз в жизни взгляну по-другому на сирот. Я все время думаю, что сироты это такие полуинвалиды, полутоксикоманы, которые сидят в каких-то кабинетах и думают, где бы взять еще клея понюхать. Ну, почему-то у меня такое было представление. Я как-то один раз проходил мимо сиротского приюта в городе Рыбинск. И там дети подходили ко взрослому и спрашивали у них денег. Почему так спрашивали? И так человек пять с палками вокруг, что забирали все. Я посмотрел, вроде интересно, думаю, ну да, мрачные персонажи. Сейчас я по-другому смотрю на детей-сирот. Ведь они, на самом деле, нормальные дети, которые не виноваты в том, что их родители оказались или алкоголиками, или погибли, или скололись. То есть это ребята, о которых как бы заботится государство. Но судя по тому, как государство заботится, допустим, о тех детях, которых ловят, окупая геронтофиля, это защищает право ребенка заниматься проституцией. Я представляю себе, что происходит в этих домах. То есть после просмотра этого фильма я уверен, что теперь буду заниматься тем, что съезжу в детские дома, попробую наладить им помощь, попробую наладить общение с детьми-сиротами. Потому что это не зажравшиеся детишки, которые сидят дома, слушают папу, маму и думают о том, когда подарят на день рождения новую машину. Нет, это дети, которые голодные, злые и готовы к действиям. Как я где-то сказал, недавно в интервью, процитировал слова Дмитрия Боровикова, что нам не нужны взрослые, вы нам неинтересны, нам нужны ваши дети. Потому что из них мы будем создавать новую расу. Из вас уже ничего нельзя сделать. У вас жизнь между холодильником, телевизором, диваном и работой. Все. Фильм. Я не знаю, как такой разрешили снимать. Я удивлен, что он вышел в прокат. Реально удивлен. Фильм очень крутой, дико классный. И показывает вот этот дисбаланс между понятиями законность и справедливость. Мое мнение, что справедливость должна быть в руках самих людей. Надеяться на закон, просто смешно. Закон, что дышло, кто помазал, туда и вышло. Короче, смотрите фильм, не пожалеете. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok